Сейчас оцепим, хорошо, пусть я толкнусь сюда, еще толкнусь, не латирую, толкнусь. Предмет служебного спора коммунальщиков – незаменимая часть водопроводной сети. Труба длиной 5 метров. Без нее проживающие дома на Чайковского 135 периодически подтапливало. Сейчас же настало время перемен. Местные жители обратились к депутату по округу Артему Салваряну с просьбой исправить неудобства. И нашли в его лице спасителя. У нас, как правило, сезон работы начинается в городе, начинается благоустройство. Ко мне на прием приходили жители по улице Чайковского 135. У них был наболевший вопрос. После дождей у них вес во двор затапливалось ливневыми дождями. Ввиду того, что у нас была ливневка забита, кветы были закрыты и была перекрыта, по сути дела, ливневая канализация. Мы совместно с жителями, конечно, выехали на место, посмотрели. Я обращался в ГСТК, в администрацию нашего города. Совместно мы тоже так же проработали и выехали на место. Но сегодня, видите, что уже начали работу. Среди специалистов ГСТК, пришедших на помощь, Максим Ершов. Подобные задачи решает на протяжении последних 12 лет. Мужчина признается, в выбранной работе привлекает возможность улучшить родной город. Мы раскопали трубу, нашли трубу, получается, остаток трубы. И увидели, что нет дальнейшей трубы. И вот сейчас привезут трубу, и мы просто ее положим и закопаем. Сейчас мы проводим каналопромывочные работы, чтобы ливневая канализация, чтобы она уходила, вода со двора. Прочищать подземные сети нужно регулярно. Чтобы сделать это качественно и оперативно, требуются две спецмашины. Каналопромывочная и насос. С помощью них вода под давлением вымывает грязь в ливневке, затем откачивается. Подобные работы коммунальщики проделали и на других объектах. Например, очистили русло реки Чегеринка в районе мостового перехода на Чайковского. Помимо этого, в плотном графике ГСТК еще много важных круглосуточных задач. Работы специалистами ГСТК проводятся в две смены. Первая смена заступает в 8 утра до 5 вечера. Вторая смена с 10 вечера до 5 утра. Работы в ночные часы проводятся. Это в основном очистка приладковой части дороги. Это работа пылесоса, мойка уличной дорожной сети, заметание. В дневные часы это профилирование гравийных дорог, обеспыливание. Это участки Нагорной, промышленная улица, дорога на Алюр. Сегодня вот там работы проводятся. Обеспыливание дорог как никогда важно сейчас, когда столицу Преамурья накрыла сухая и чрезмерно жаркая погода. Процедура понижает градус на Благовещенских магистралях и облегчает водителям и пешеходам передвижение по городу. Продолжение следует...